Вера Павловна, тебя кто рисовать учил? Пикассо? Учись как надо! На ужин, дядя Фёдор, вегетарианские бургеры и крыжовниковое мороженое. Вегетарианские – это хорошо. Оля как раз мясо не ест. А можно мне бургер с косточкой? Это как это? Так очень просто. На одну булочку положить косточку и другой булочкой накрыть. Ребята, привет! Ура! Оля приехала! Шарик, пули на чердаке. Принеси решётку для барбекю. Ну что, Матроскин, я за огнём слежу. Мне от него отходить нельзя. По технике безопасности не положено. Я схожу. Оля, я мигом. А можно с тобой? Обожаю чердаки. Там всегда столько интересного. Где-то здесь она была. Дом ничей. Живите кто хотите. А кто здесь раньше жил? Ну, да вас. Вот она. Здесь? Не знаю. Нам этот дом Шарик показал. Тут семья какая-то жила. Они как раз тогда в город переехали. А что? Как что, Шарик? В старых домах всегда какие-нибудь тайны бывают. Абсолютно до лампочки кто тут жил. Федя, повесь гамак. Я после обеда почивать буду. А вы у Печкина спросите. Этот абориген всё про всех знает. Только он всё равно ничего не скажет. Слишком вредный. Поздно пришли. Архив полчаса как закрыт. Приходите в пятницу. После двенадцати. Только не опаздывайте. У меня в час обед. Пойдём, дядя Фёдор. На этой почте, наверное, нет никакого архива. Смотри, какая она древняя. Да вы! Вы кто такая? Чтобы сомневаться в работе государственного учреждения. Древняя. У меня здесь всё сохранено. Ещё с московской олимпиады. Вот ваш дом. И статья вот. Видите? Первые простоквашинцы получили благоустроенные квартиры в городе. Только я вам её не отдам. А нам и не надо, дядя Печкин. Спасибо. В статье про жильцов ни слова. Просто дали квартиру в городе. Вот и уехали. Похоже, тупик. Да, тупик. Подожди. А это что такое? Шарик, Матроскин, смотрите, что мы нашли. Я думаю, это подпись такая. Авторская. Интересно. У тебя, Шарик, мозг работает. По-твоему, здесь жираф жил? А почему нет? Да потому что жираф в нашем доме только лёжа поместится. Ой, кажется, пожар! Жаль, хорошая была табличка. Та-ма-тама. Отличный жирафик, сестрёнка. Подожди, это ты нарисовала? Та-ма-тама. Фера Пауна, а кто тебя научил? Ну, я её научила. И что? Думаете, жираф на меня в суд подаст за недостоверное изображение? Маргарита Егоровна, а это тоже ваш рисунок? Может быть, и мой. Что вы от меня хотите? Посмотрите внимательно. Может быть, кто-нибудь на этом фото вам знаком? Вот папа. Вот мама. А это? Это что же? Получается, я? Выходит, я тут жила? Ничего не помню. Конечно, не помню. Это ещё до ледникового периода было. Осторожно, Шарик. За такие шутки я ведь могу и тапком. Подождите-ка, милейшие. Раз я тут жила, то значит и дом этот выходит мой. Так никак выйти не может. Это наш дом. У меня все документы имеются. Я за него коммунальные плачу. Это твое личное дело, Матроскин. Но всё-таки я же здесь раньше жила. А может, вы здесь временно жили? Или в гости приезжали? Как я, например. Плохой пример. Ладно, Феденька, документы я проверю. Но всё это, конечно, просто удивительно. Ещё бы! Не каждый день в детство заглянуть получается. Да нет, Феденька, просто удивительно, что ты до сих пор мне гамак не повесил. Ты, Оль, почаще приезжай. Мы с тобой в лес пойдём. Там иногда клады попадаются. Только цссс. Это наша тайна. Хорошо, дядя Фёдор. Только для меня всё ещё главная тайна. Почему тебя дядя Фёдор зовут? Ну, если хочешь, Оля, называй меня просто Фёдор. Ладно, просто Фёдор. Мне пора. Было круто, Как в книжке про Шерлока Холмса Д-5 Ой Пока Она точно еще раз приедет Вот она Аккуратно, Шарик Поломаешь тачку, вычту из премии Не боись, матрос Кин Она же на гарантии Она-то да, Шарик А вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился А чего я сделал-то? Мусор выбросил Это не мусор, Шарик Это такая полезная штука Ее можно и печь растопить И от дождя укрыться Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну, плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик Все это нам еще пригодится Кхе-кхе Соседи Вот, я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада Да и думаю, подойду Поболею Ого! А это тут что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно! Экологическая катастрофа собственной персоной Прям Эверест? Ну, только мусорный Это что? Это я аллегорию применил Большая свалка То есть В общем, граждане млекопитающие Будем ферму закрывать Антисанитария! Никуда не уходите Я за бланком Вот что, Шарик Надо все это взять И в лес вывезти В лесу друзья мои живут Они ко мне, значит, со всей душой А я им, знаете, товарищи Картон, пожуйте Не согласный я Это временно, Тунберг Хвостатый Мы потом все обратно привезем Мама? Связи с несанкционированной свалкой Завидай число, завидай подпис Опа! Здрасте, Марк А где это? Куча И, извиняюсь, вонючая А нету, Игорь Иванович Была Да сплыла В город отправил я свою коллекцию На выставку полезных штук Как сплыла? Речные перевозки закрылись Бобы шалят Вот она Куда? Вера Павловна Тормози Вот так Водители пристегнут Раз Без шлево Два О! А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция Город сплыла Видишь, матроски Не приживается мусор в лесу А ну-ка Ведите меня на место преступления Да, парусность подвела и ветер не учел Значит, ферма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия Ну и штраф, само собой Ой, ферму нам закрыли, убыль Штраф нам выписали, снова убыль А не заплатим штраф, не откроют ферму Круг замкнулся, я банкрот Ты, Матроскин, сам виноват А я тебе говорил, надо было давным-давно все это выбросить Эх, Шарик, зачем напоминать мне о прошлом, если у меня нет будущего? Нужно весь мусор в переработку сдать Из него на заводе новые вещи сделают А тебе, Матроскин, деньги даже заплатят Ура, дядя Федор, заживем, как прежде Ты же серьезно про деньги? Вы чего это, вашу антисанитарию, прям к парадному входу парку? Дядя Федор, это мы вторсырье сдать хотим На переработку Чудненько, приходите после обеда Я как раз с трех часов буду приемщиком числиться А ну, принимай вторсырье, бюрократ У меня коровки не доины, стойла нечищены У меня Гаврюша не выгулин Не кипятитесь, гражданин Вы и так уже нарушитель Давайте, что там у вас? На весы Так 160 минус 17 Плюс ЦАТЬ 2 За металл Итого получается 1200 рублей Которые идут в счет уплаты штрафа Выписанного гражданину Матроскину Ранее Прошлый мусор На оплату штрафа ушел А этот уже В прибыль прилетел Стивен Колли Как стать эффективным блогером Глава первая Сначала напишите то, что Нужно написать в начале В конце Напишите то, что обычно пишут в конце А уже в середине Напишите то, что положено писать в середине Конец главы Гениально Ты чего, Матроскин? Я тут к успеху шел Да никуда ты не шел Ты уже две недели на кровати валяешься Это первую неделю я просто так валялся А теперь лежу эффективно Расту как блогер Ну да Как лентяй ты растешь Ну Пойду пробьюсь То он лежит, чтобы ничего не делать То он бежит, чтобы ничего не делать Эх, Шарик Тебе бы книгу послушать о том, как себе нормальное занятие найти Или уж книгу о том, как найти нормальную книгу Я вот книги не люблю Они, когда в посылках, тяжелые очень Лучше онлайн Сейчас все онлайн Даже мне указание от начальства пришло почаще кнопки сжать Ну Я как эффективный блогер Кажется, готов Ну, наконец-то Отдумался Готов написать свой первый идеальный пост А вам, товарищ Печкин В интернет по возрасту ходить не положено Чего? Мой возраст, тема деликатная Попрошу ее не касаться В целом, повежливей быть А вы чего приезжали-то? Велосипединг Сердечную мышцу тренирую Набор вечных лампочек Дядь Федор Ты не мог бы мне рабочее место уступить? А? А тебе зачем? Я, дядь Федор, идеальный пост сейчас писать буду Главное придумать, что написать вначале Обычно людям нравится признание в чем-то Ну или жалобы на что-то А больше всего люди котиков любят Точно! Признаюсь, как я Матроскина не люблю Тут и признание, и жалоба, и котик Не хочется выносить ссор из избы Но один котик Слишком много о себе думает Что? Шарик, может лучше с глазу на глаз Ваши дела с Матроскиным обсудить? А то набегут в комментариях всякие Я пёс публичный Кого мне бояться? Шарик, а что? Шарик, а что? Неделя уже? Ага Мне тут какой-то человек нехороший по почте Электронные заказные письма шлёт С гадостями Не судите по себе Выучите сначала грамоту С такой физиономией я бы на котиков не сильно обижался Шарик, даже самым эффективным блогерам Лучше иногда эффективно промолчать Вот-вот А я ему такой На свою физиономию посмотрите Или нет? Лучше так Я бежал за вами три километра Чтобы сказать Как вы мне безразличны Лол, тек, чебурек Как говорится Чего это с ним? Написал свой лучший пост Паутина засосала всемирное Второй день с каким-то хейтером разговаривает Ещё одно слово и забаню Я всё сказал Не переживай ты, Шарик Это же просто хейтер Можно хоть один комментарий? Ну какой я эффективный блогер, если не отвечу? Шарик, хейтеров кормить нельзя Чем больше ты с ними говоришь Тем тебе же хуже А я вот так не думаю Пустите Шарика в интернет Там без его особого мнения Ну, никак нельзя Сидеть! Я тебе Шарик с другими ругаться не позволю Я с тобой сам ругаться буду Нет, ну наверняка же там сидит Какой-нибудь вредный старикашка А чего это сразу старикашка? Я, может, только жить начинаю Онлайн выхожу Ой! Ой! Так, давайте спокойно во всём разбираться И чай пить Простите, я хоть человек изрелый Но пока не во всём разобрался Надо нам помогать друг другу Как-то По-соседски И вы мне, товарищ Печкин, простите И про возраст Интернет запрещать никому нельзя Я вот одного понять не могу Чего там в интернете делать-то? Кроме как электронные заказные письма Через сайт почты отправлять Ну как чего? Ну можно еду фотографировать Или селфи запилить Не-не-не-не Пилить я не буду И так радикулит замучил А поесть я люблю В гостях особенно Да, друзья Игра переходит в решающую стадию Опасный момент Паску, паску Надоело Это не отдых, а тренинг на выживание какой-то Ванной нормальной нет Солнце раз в три дня Ни одного приличного ресторана на сто километров Я хочу отдыхать на курорте Дорогая, простоквашина лучше любого курорта Зачем тебе ванная, когда есть чистейшая речка? А мне нужны целебные грязи За камышами посмотри Сейчас как раз вода спала Мне нужны омолаживающие процедуры Лучшее средство для омоложения Это крапива Дорогая, давай не будем менять наши планы Из одного комара Дело не в комаре Не в грязи И не в крапиве Ну, тогда у меня больше нет идей Дело в отношении Я уезжаю на курорт А ты занимаешься детьми Ты не можешь меня просто так оставить? Я буду отдыхать, а папа заботится о детях У меня очень много важных дел Хоккей? Ну вот зачем ты так? Разве я променяю семью на хоккей? Футбол! Няне я дала выходной Дядя Федор делает уроки Все, дальше сам Опасная передача И команда маму ведет в счете Да Почему все от меня уходят? Время такое настало Сенокос называется Дети, руководство нашей семьи Назначило меня главным тренером Объявляю свой тренерский план Пункт один Посмотреть футбол Пункт два Полежать на диване Дальше по ситуации Принципиальнейший матч Ваших и наших Состоится уже завтра Как бы вы оценили шансы Ваших на победу? Дети Вы знаете, что делать Ты ты? Ох, да Давай, давай А мне мама запретила тебе помогать Сказала, это такой папа челлендж Все сам А давай мамина решение обнулим? Мама была первой Сперва ее указания Потом твоей папы Все самому делать приходится Эх, все самому делать приходится Нападающий входит в штрафную Удар в створ ворота Гол! Всем спать Вера Павловна, подъем! Ешь питательные вещества И пей питательную субстанцию Идем гулять! Идем домой! Я вынужден расписаться В собственном бессилии Я не справляюсь С родительскими обязанностями Вы не могли бы Поработать няней? Я подумаю Я подумала И вынуждена отказать Никто не узнает Что детьми занимались вы Я узнаю К тому же ваша супруга Заплатила мне за то Чтобы я ничего не делала Лучших предложений в жизни О работе Мне не поступало Ой Ну вот Опять Дядь Федор А давай футбол посмотрим Да На трибунах становится тише Тает быстрое время чудес Ну вот Все пропустил Паме Вот это да Новое слово В словаре человечества Ради такого Можно и футбол пропустить Не думала Что когда-нибудь Я такое услышу Эх Зря мы матроскин С тобой на синокос ушли Самое интересное Похоже Здесь происходит Это что ж Должно было случиться Чтобы папа От футбола Отказался Ничего не случилось Футболов много а семья одна хотя жаль конечно как там наши сыграли не переживай пап футбол и в записи посмотреть можно никто же счет не знает добро пожаловать дорогие любители спорта на настоящий праздник футбола речи принципиальных соперников вот это атмосфера дорогие тебе правило рассказать я знаю а это у вас тут праздник диванного боления так я этот матч уже смотрел они сыграли еще со счетом песни звонкие танцы бойкие ладья пышные и роскошные ох спою я по очки ох спляшу я вам очки и спою я вам лишилась волоса голоса дед ушла в аптеку без меня лечиться учиться вот так день целую экологическую катастрофу предотвратил опачкаться зачем сам-то я отмоюсь зато совесть у меня теперь чистая я на речке завалы разобрал вот так ну здорово соседушки все я гляжу у вас по-старому дом на месте стоит да это потому что наш дом недвижимость нет это потому что шарик ваш чужие дома передвигает реку из берегов вывел и все тю тю я сам чудом спасся я его по веточке собирал а он уплыл да кто уплыл то домой все таки обалдуй ты шарик мы тебя зачем взяли дом охранять а ты чужие ломаешь да я же я же как лучше хотел не расстраивайся шарик придумаем что-нибудь а бобер пока у нас поживет заходите располагайтесь у нас тут все места хватит я вот в гамаке сплю а матроски на печке нех меня в гамаках укачивает а духоту я не переношу ого шкаф этот вариант мне подходит ого а а а а а а это что мой это бобер беженец верните его в лес да куда в лес он без дома остался у него стресс он сейчас вообще мех может сбросить в моем шкафу не позволю мех сбрасывать зря вы так бобровый мех в хозяйстве ой как полезен чем это он полезен а тем что он он голос возвращает о точно воротник из бобрового меха это народный секрет здоровья меховатый а если хорошо кормить еще и хвастей будут вот есть все таки еще на свете женщины у которых сердце не в конец черствело а а а а а а а а а качественная у вас древесина пожалуйста бей ломай грызи сострадание надо иметь а сострадание я имею сижу на печи и страдаю не ссорьтесь лучше пойдем за ягодами ешь десерт а 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 здрасьте вы тут бобра не видали Кузен мой из Бавруйска Приехал на плотине поработать И сейчас как будто смыло Так вот же А где он? Опять бежал Отлишь бы не работать, а? Лентяй и аферист Ну, приступим Это не он Это что, стричь что ли будут? Так я только за Какой у вас, Маргарита Егоровна Воротник из бобрового меха изящный? Главное, целебный Я вот себе тоже бобра завел Он мне карандаши точит И мебель на почте от воров стережет Надеюсь, мебель у вас из пластика Еще чего Чистое дерево? Карельская береза? Первый сорт? Минуточку Это что, выходит Бобры мебелью питаются? Не позволю Изводить казенное добро! Что вам мебель? То бобру салат Тама-тама Тама-тама Так Вот как наш шарик Мегеровну-то полюбил Она в отпуск полетела А он ее самолет взглядом провожает Да не, это он не Мегеровну провожает А птиц перелетных считает Ой, не понимаю я этих птиц Чего им на юге не сидится Весной на север летят Осенью обратно Так устроена природа и матроски На севере летом они птенцов высиживают А на юге зиму пережидают Отвлек меня этот орнитолог мохнатый Одни ущербы от него Да от нас, от всех сплошной ущерб Вот так вот Вот теперь порядок Весной на север 24 птицы пролетело А вернулось 12 А у нас как был один балбес, так один и остался Холодильник-то за что? Холодильник внутри охлаждает, а все вокруг нагревает И вот эта техника то же самое делает А я люблю, когда тепло Когда везде тепло, это глобальное потепление называется Из-за него и птицы не все вернулись Может они заблудились? Да у них в голове навигатор Что же делать, что делать? Ведь так скоро совсем перелетных птиц не останется Выход есть Мы вместо микроволновки печь растопим Утюг на горячих углях сделаем Мы же в деревне живем, нам все нипочем Точно, дядя Федор Ну ладно, зато на электричестве сэкономим Это вам не электрический утюг Эта вещь проверена древними простоквашенцами Вот так Их, все-таки, Шарик, ты не совсем балбес Раньше, когда у нас электроутюг был, я платил за каждую простыню А теперь бесплатно глажу Сейчас мы еще и хлеб испечем Крупная бандероль по адресу доставлена Этих дров только на месяц хватит На зиму таких десять грузовиков надо Подожди, матроски, это ж сколько деревьев придется срубить Деревья еще вырастут, зато наше хозяйство на этих дровах вон как поднимется Это что такое? Теперь из леса к нам за дровами будут ходить Так вы из нашего леса дрова делаете, а я из ваших дров буду плотины строить А вам чего, своих деревьев в лесу мало? Почти не осталось Вот так мы наломали дров Да, техникой птиц изведем, дровами бобров И так плохо, и эдак бесполезные мы существа Дядя Федор, посмотри там, сколько наш шарик протянет без еды и воды Нельзя тут лежать, когда там птицы пропадают Пойду на поиски Ты далеко, ты уйдешь? Сначала до Северного полюса дойду, а потом и до Южного, пока птиц нет еще Ой, придется нам, дядя Федор, новую собаку себе искать Подожди, шарик, до завтра Если птицы не вернутся, вместе пойдем Эх, ладно, подождем Но только до завтра Значит так, чтобы шарика спасти, придется нам создать небесную иллюзию Кто? Кто здесь крякнул? А, это ты? Нет, ты не перелетная птица Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Двенадцать, двенадцать штук Все пролетели Полная птица населения Ура! Хорошо, когда в природе покой и порядок Раз, два, три Еще двенадцать пролетело Это же перри птицы населения Так, включай Матроскин приборы на полную Будем атмосферу нагревать Так, дядя Федор ремонтирует Шарик работает Федора Стоят Куда? Ты полдня копошишься А ни одной морковки еще не вытащил Все, Матроскин Грядки вскопал Теперь на рыбалку пойду Какую такую рыбалку? У нас самый разгар урожая Матроскин, к такому урожаю как раз ухи не хватает Да и рыбалка в твоем списке дел есть Ага, рыбалка Вечером уху приготовлю, рыбные котлетки Эй, тогда, чтобы завтра на работу вовремя вышел Так, и что же я теперь на ужин готовить буду? Атмосферный столб Чего? Понимаешь, атмосферный столб упал На кого? Ну, на рыбу Поэтому и не клевал сегодня Матроскин, не волнуйся Завтра точно улов будет Шарик, я тут пашу, значит А он гулять собрался? Проверяй, Матроскин Я все собрал Из списка только рыбалка осталась Ага, картошка, морковь там, тама, капуста Ну что, для салата все есть А с рыбалки че? Снова без рыбы вернешься? Матроскин, рыбалка дело ненадежное Вот именно Сегодня улов есть, а завтра нет Так улова и сегодня нет У нас дети без рыбы Неделю сидят У них скоро фарфор закончится После И он тоже В общем, так, старик Или я сегодня увижу рыбу Или вместо рыбалки будешь компост собирать Да понял я, понял Отдохнул бы ты, что ли, матроска? На пенсии отдохнул Нет, я, конечно, понимаю, что океаническая камбала могла в нашу реку заплыть В озеро, Матроскин Шарик говорил, что сегодня на озере рыбачил Ах, да, ну, конечно же, в озеро Ну, камбала заплыла из океана в наше озеро Я одного только, Шарик, понять не могу Откуда этой камбалы ценник? Ну, может, это рыба такая ценная И вообще, матроски Без рыбы я прихожу Ты ругаешься С рыбой все равно ругаешься Даже, честно говоря, немного обидно Ну, ну, ты, дядя Федор Ну, дядя Федор, ты слышал, а? Может, у него что-то случилось? Давай-ка мы с тобой спрятаться за Костиком Последить, посмотрим И узнаем, может быть, там, что посерьезно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Без рыбы постоянно возвращаешься Я без рыбы возвращаюсь? Говорит, ты Да Так что, хорошо, иди И без рыбы, говорит, не возвращайся Еще и смеется надо мной Ну, я покажу этому рыбаку Ага, попался Так и знал, дядя Федор, полюбуйся Он тут вместо работы отдыхает Пригрели бездельничка Я не бездельник Мы тут вообще-то рыбачим вовсю Матроски, нельзя же все время работать Всем нужен отдых, а тебе особенно Чтоб проводить время с друзьями, например Бобер, что ж ты к нам просто в гости не заходишь? Да у вас хозяйство большое Шарик работает без продыху Отвлекать не хотелось? А вот и не отвлекай Ну-ка, давайте-ка сюда удочку Матроски, не кипятись Я как раз мотор к лодке приладил Давайте вместе рыбачить отправимся Давай, дядя Федор Покажем им, как надо делом заниматься Шарик такой испуганный Кричал Бобер, выдыхай! Хи-хи-хи-хи-хи А-а-а! Да-да-да! Знаете Надо сюда почаще выбираться Точно Теперь я рыбалку на себя возьму Рыбоферму открою Эй, Бобер А сколько он там наловил? Нормально Для первого Тараза Не понимаю Кому в голову пришла эта безумная идея Построить тут дом? Не претендуя на объективность, дорогая Но кажется, это была ты Да, мам Ты еще и место сама выбрала Допустим Но я три года мечтала об идеальном доме А тут все еще развалины Помпеи О-о-о! И бегают мыши Это землеройка Они же безобидные Дорогая У меня через неделю закончится проект по автоматизации систем исчисления И я сразу же... Нет! Хватит! Никакого дома я больше не хочу Ну, мам Здесь так классно А мне не классно Помешались все на этом простоквашины Ну, мам Никаких ну, мам А дичали тут совсем как Маугли деревенские Спасибо, хоть на луну по ночам не воите Все, дядя Федор Собирайся Мы возвращаемся в город Так, ребята Не волнуйтесь Я это как-нибудь улажу Дорогая! Думаешь, уладит? Не уверен Надо самим действовать Нужно маме дом построить, о котором она мечтала Не, братцы Сегодня помочь точно не смогу Хатку сорвало Мне тут неделю валаннуться, не меньше Ясно А стройматериалов у тебя случайно нет? Есть немного Но Они на хатку уйдут Извиняйте, братцы Ладно, Бобер Извини, что отвлекли Дорогая Давай остынем И все обсудим Чтобы остыть Сначала нагреться надо А здесь лето короткое Как эсэмэски дяди Федора И вообще Мне здесь не поется Ну, ты же сама видишь Детям здесь нравится А мне хорошо Там, где шезлонги в ряд Коктейли цвета заката И плюс двадцать семь В тени Вера Павловна, что там у тебя? Светлячок Очень красиво Дорогая Но мы же не можем так вот Взять и переехать на море Почему нет? Присмотрим летний домик Спасибо за отличную мысль Дорогой Пожалуйста Но Все, все, все Купе забронировано Ты не видел, где моя соломенная шляпка? Вообще-то я для навеса доски готовил Но для друга всегда пожалуйста Другу сейчас и лишние лапы не помешают Давай, Матроскин, помогай грузим Что это ты, шарик, раскомандовался? Хотя это я тебе зарплату хочу А я для друзей все бесплатно делаю По доброй воле Эх ты, растяпа! Это тоже по доброй воле сделал? Дневной надой псу под хвост! А чего ты бидон на дороге поставил? Не видишь, я тут делом занимаюсь Я здесь тоже не фонарики закручиваю Не ссорьтесь Надо дело делать Времени мало Ладно, друзья, отбой Эх, досок маловато И времени тоже Мы хотя бы попробовали Эх, дядя Фёдор Уедешь ты теперь от нас на море А когда вас в следующий раз ждать? Этим летом? Или уже в следующем? В следующем Я дядю Фёдора в этом году в лагерь записала Я в лагерь не поеду Тебе понравится Ну всё Прощай, Простоквашина Подождите Это что за чудо? Это же светлячки Они молоко пьют, которое шарик на доске пролил Там за небоскрёбами В двух часах от города Встретит нас волшебная страна Нежности и радости полна Приглашает в детство нас одна Когда беда совсем не беда И мама с папой с тобой всегда Спит на подушке любимый мишка В руках ватрушка В часах пупухка В жизни не найти на всём пути Место крашеном Просто крашеном Края на планете лучше нет Это наше детство С нами по соседству Это наше детство С нами по соседству Мимо дни и ночи Погоды всё короче Из календарей летит листва Если вера в чудо в нас жива Время есть всегда для волшебства Ой, ну и где этот Робин Гуд? Это не Робин Гуд Скорее Чингачгук Извините, Маргарита Егоровна Открыли сезон охоты на заслуженных педагогов Мы случайно попали Теперь придумали себе Тихую настольную игру Так в индейцах уже нельзя за столом играть Зато в шашки можно А вы запрещать право не имеете Запрещать моя работа, Феденька Ну-ка, сдаём инвентарь Там, там, там Эх, да играли Своих индейцев Лучше б в земледельцев играли Хоть из дома беги Вот честное слово А давайте в лес уйдём Будем там жить Ура! Хорошо придумал Дядь Фёдор Матроскин, давай с нами Чего я скитаться буду? У меня тут коровки Хозяйство Ой! Вот это хорошее место Ставь фиг вам, Шарик А я, Маргарите Егоровне, напишу Что мы теперь в лесу жить будем Так может я и лучше видео сниму? Так наглядней будет Вот, Маргарита Егоровна Глядите, как мы теперь в лесу живём Ой-ой-ой В общем, хорошо нам здесь Ну, теперь пойду интернет добывать Чтоб мне Гера вне видео отправить Ты-туй Да, вот как выглядит конец света Это не конец света Это ванна По рецепту египетской царицы Клеопатры О, сигнал! Давайте разжигать костёр Я как раз один древнеиндейский способ знаю Ну, или так Матроскин, молодец, что пришёл Только ты зачем с собой весь дом притащил? Эта Мегера Клеопатровна Меня чуть по миру не пустила Не расстраивайся, матроскин Будь как дома Эх, и правда хватит уныния Пора хозяйство налаживать Хорошая поляна Здесь коровкам пастбище будет Надо только дерево спилить Давай, Шарик, доставай пилу Да нет у меня никакой пилы А я тебе её привёз? Моё дело видео пилить Да и природу мне жалко И здесь у нас коровник будет Чтоб мои коровки не замёрзли А если мы замёрзли? На этот случай у нас, дядя Фёдор, парное молочко есть Феденька В уши им там надуло, что ли? Здравствуйте, Маргарита Егоровна А где всем? А дети играют В тихие, безопасные игры Вот что значит дисциплина И как вам это только удалось? Я свои педагогические методы не выдаю Как же мы соскучились Через час будем Ждите Ой Быстро домой Феденька Ты где? Федюля Так А вот за это уже санкции последуют Вот, Маргарита Егоровна На всех хватит Я, кажется, никого из дома не отпускала А мы сами себя отпустили Непривязанные Но это пока Мы теперь насовсем в лесу поселились Здесь никто ничего не запрещает И ванные египетские не принимают Все домой Считаю до трёх А у нас есть требования Раз Мы требуем свободы Два Будем играть во что захотим И ещё чего Или мы в лесу остаёмся Три Ладно, Феденька Да, и кашу без комочков Ну и где все? Все куда-то вышли Я сейчас тоже куда-то выйду Из себя, например Ну, наконец-то Куда же вы все пропали? А мы по лесу гуляли С коровами? Оригинально Ой Возьми, Феденька Такой няне и Пушкин бы позавидовал Ты зачем шарик красные яблоки к зелёным кладёшь? Рассортируй Матроскин, а ты сам-то чего урожай не собираешь, а? У нас шарик разделения труда Ты руками работаешь, а я головой думаю Куда яблоки девать, чтобы не пропали А ещё сыр А при чём тут сыр Матроскин? А при том, что я свой сыр на фестиваль отправлю Нужно ему название придумать Удачное Я знаю такое Аванс И что же в нём удачного? Я, когда сам по себе жил, дружил с рабочими У них как аванс, так они меня колбасой угощали Эх, шарик, ничего тебя, кроме колбасы, не волнует Ой Здравствуйте Здравствуй, Матроскин Папа в ваших яблоках сыр нашёл Червяки в яблоках попадались, было Но чтобы сыр... Это я его специально вам положил на пробу Но в фестивале сыра участвую Уже и название придумал Мяус Дам Я тебе, Матроскин, за этот сыр сам готов медаль дать Во, такую Что? Яблок, кстати, больше не присылайте А то у нас не квартира, а фруктовая база какая-то Вот, дядя Фёдор, тебе на пробу Да отстань ты от дяди Фёдора со своими яблоками Не видишь, читает человек Ну вот, ещё одно ведро пристроил Зря ты шарик яблоки не ешь Была бы от тебя хоть какая-то польза Да от меня знаешь сколько пользы Я твои яблоки в два счёта пристрою Ну да, пристроит он Тебя бы самого пристроить А вот и мы Мама! Ура! Дегустаторы наши приехали! Сегодня у нас склошное разнообразие Яблоки печёные, яблоки тушёные, компот яблочный, яблочный салат И тут яблоки А сыра разве нет? Обижаете! Какой-то этот Меус Дам не такой Без изюминки Вот тот из посылки особенный был И куда же моя изюминка делась? Может, не досолил? Ура! Ура! Дегустация сыра Мяус Дамп объявляется открытой. Ну как, есть в сыре изюминка? Нет в нём никакого изюма. Сыр как сыр. На российский похож. Всё-таки в город вы нам какой-то другой сыр присылали. Ещё пропало! О, нет. Ничего не пропало. Мяус Дамп наш очень вкусный. Давайте его сами на фестиваль отправим. Тама-тама. Непорядок. В такой посылке он у вас из шара в лепёшку превратится. Наполнитель нужен. О! Ну как? Теперь в самый раз. Есть кто дома? Вам посылка с фестиваля сыра. Эх, несите её обратно. Не отправлял я свой сыр. Вы меня и дальше на дегустации приглашайте. Очень я в них силён. Адрес наш. Давайте посмотрим. Ого! Матроскин, смотри! Приз за самый тонкий аромат. Сыр Мяус Дамп. Не зря мы его сами на фестиваль отправили. Вот так вот, а. А я в посылку ещё и ведро яблок пристроил. Чтоб сыр твой по дороге не развалился. Яблоки! Вот она, изюминка! Так, все яблоки тащим в погреб. Я там сыр ароматизировать буду. Хоть ты, Матроскин, во мне и сомневался. Яблок больше нет. Я всё пристроил. Моя изюминка! Четыре, пять, шесть, 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 восемь. Тьфу ты! Пёс и мальчик. По одной штуке каждого образца. И вам здравствуйте, Игорь Иванович. Да, считаете, хватит ли на всех вашей вредности? Да не, у меня приказ от начальства провести перепись населения. Перекись у нас есть. А только населению она зачем, а? Шарик, перепись населения, это когда считают, сколько людей у нас в деревне живёт. Ну и животных тоже. О, Маргарита Егоровна, несравненная женщина, одна штука. Так, ребёнок, одна штука. А эту вашу тыру-пыру как записать? Табах-табах. Это имя, Ёйная. А что за животное-то? Она у нас в хозяйстве полезная, так что кошкой записывайте. А чего сразу кошкой? Она на белку больше похожа. Так кошкой или белкой? Вид у животного должен быть один. Если до завтра не решите, я её выселю. За что это, дядя Печкин? Неопознанный объект, потому что. Без прописки к тому же. По инструкции не положено. А я говорю, белка. А я говорю, кошка. Что вы так кипятитесь? Тут же всё ясно. Беспородная ваша тама-тама. Ошибаетесь, Маргарита Егоровна. У нас в семье все породу имеют. Давайте генетический тест сделаем. Тогда и узнаем, кто такая наша тама-тама. Говорят, для теста учёным достаточно прятки волос. Отправлю в лабораторию и тут же вернусь. Тама-тама! Пойдём, докажем всем, что ты белка. Ну, вылитая белка. Хочешь орешек? Хе, о как! А теперь покажи, как ты ловко забираешься на дерево. Что? Просто очень сообразительная белка. Идём там и там и покажем этому балбесу-шарику, какая из тебя отличная кошка получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да-а-а, неправильная какая-то кошка. Я же говорила, беспородная. У меня не только слух хороший, но и глаз зоркий. Маргарита Егоровна, у вас подгорает. Ой! Здрасте, соседи! Тут вам из лаборатории написали. Надеюсь, анализы хорошие. Начинаем! Нападение! Вот кого в лаборатории проверить надо! Это что же получается? Наша тама-тама от всех этих зверей произошла? Нельзя это Печкину показывать. Ну что, выяснили, что за зверь ваша тыра-пыра? Таму-таму. Дядя Печкин, записывайте так. Простоквашенский зверёк. Это что за зверь такой? Какой породы? А эта порода особенная. Вы такой больше нигде не найдёте. Потому как наша она простоквашенская. Да хоть тушкан заполярный, по инструкции строчка должна быть заполнена. Бывайте! Говорил я тебе, Матроскин, что она белка. Но и кошка тоже. Таматана! Такого снегопада за все свои девять жизней не видел. Придётся расчищать. Расчистим. Интересно, что мне родители на Новый год подарят? Вот в прошлом году была книга «Лабиринт Минотавра». Интересное или полезное? Интересное. Там в лабиринте чудище жило с головой быка. А, ну это бесполезное какое-то чудище. Ест много, а молока не даёт. Что ты говоришь, совсем опалаумел. Проходу не даёт. А я давно тебе говорил, Шарик. Зря ты шампунем с луговыми травами моешься. И что же мне делать? Грязным ходить, по-твоему? Лопату бери. Гаврюшу лопатой? Вот ты балбес. Ну при чём тут, Гаврюша? Снег расчищать пойдём. А-а-а. Давайте мы снега в лабиринт Минотавра построим. Как в книжке. Ура! А кто такой этот Минотавр? И зачем мы сюда вернулись? Сидели бы сейчас в Простоквашино, кучу нервов бы сберегли. Дорогая, просто кто-то вместо костюма Деда Мороза взял с собой в Простоквашино пакет с мусором. Ты мне будешь каждую минуту об этом напоминать? Ну как? Нормально? Странно. Из-под бороды Деда Мороза выглядывает борода моего мужа. Может быть ты её слегка совсем сбреешь? Вот ещё. Ладно, добавим ещё ваты. Мама! С наступающим, мои дорогие! Вас там, наверное, снегом замело? Нет. Мы из снега лабиринт построили. Вот. Как же папа теперь мешок с подарками найдёт? Он его во дворе спрятал. Не переживай, мам. Найдём. Шарик схему лабиринта нарисовал. Мама, мама! До темноты нужно мешок найти. Шарик, давай схему. Схему? Так я её, это, съел. Ну ты, Шарик, даёшь. Так это чтоб интересней было. А то что это за лабиринт? Если сразу знаешь, где выход. Эх, Шарик, чудище ты с головой собаки. Вот заблудимся из-за тебя и без подарков останемся. Не ссорьтесь. Мы у входа нитку привяжем и по ней обратно выйдем. Как в книжке про Минотавра. Ой, опять тупик. Ничего. Ещё пару ходов проверить осталось. Давайте, веселей. Это хорошо, что ещё мы не в египетских пирамидах бродим. Это почему? А в тех лабиринтах ещё и мумии попадались. Вперёд! Туки-туки! Можно? Можно. Если не долго. Да я, собственно, вас поздравить загляну. А что, дядя Фёдор со своей фауной отсутствует? Их присутствие вот-вот возобновится. Ой. Ну, тогда, чтобы времени не терять... Ваши игрушки, Игорь Иванович, опасны для моего здоровья. А значит, и для вашего. Мумия! Смотрите, никакая это не мумия, а почтальон наш, Печкин. Спасибочки. Только это не мой мешок. В моём письмо были посылочки. А тут ерунда какая-то. Ах ты, папин мешок! Ура! Подарки нашли! Да, ура-то оно, конечно, ура. Только как теперь мы обратную дорогу найдём? Мунотавр! Гаврюша, Мунотаврик ты мой. Пойдёмте скорее домой. Там наши мама и папа едут. Я всегда говорил, что Простоквашино – это волшебное место. И я хочу, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось. С Новым Годом, друзья! С Новым Годом, Простоквашино! С Новым Годом! В небе синим кружится снежинок-каравуд. А это значит Новый Год. И это знает даже кот. Если загадать желание со снежинкою в руке, Желание окажется в подарочном мешке. Я загадаю торт. А я большую ложку. Я съем большой кусок. А он большую крошку. А то, что я у Дедушки Мороза попрошу, Расскажу, как только этот список допишу. А вот и девушки мошке Что у Дедушки Мешке? Что там? Томатики мои наливные, кетчуп в сердце моего. Это Матроскин уже не помидоры, это киборги какие-то. Ещё немного и разговаривать начнут. Не начнут, они ещё зелёные, а пора бы им покраснеть. Может, хоть в них разумная жизнь зародится, в отличие от тебя. Ты на что это намекаешь? А я не намекаю. Иди в сарай, собачий плуб готовь. Всю зиму на печи валяйся, пахать на тебе надо. Пахать, Матроскин, будем, когда снег сойдёт. Что? А пока моё дело. Нежный сон и снежный городок. Завтра же Масленица, правда, зимы. Масленица у него. Вот это я понимаю. Жалко только, что растает. Мой блок точно не растает. Надеваем маски, изображаем восторг. Три самых крутых вещи Простоквашино прямо сейчас. Карнавал. Раз. Простоквашино парк. Два. Покатушки на Гаврюше. Три. Гаврюша, ты мне тут Масленицу с каридой не путай. Это вам не ладушек городской. Это настоящий Простоквашинский блин. Ох, не нравятся мне шарики эти твои древние праздники. Дым коромыслом. Так у меня все помидоры завянут. Ты куда? Чего? Первый блин Матроскин раньше давали малоимущему, там, монаху или деревенскому дурачку. А чем это у вас так приветливо пахнет? Ага. Как чем? Масленицей. Прошу к столу. Ммм. Угу. Ммм. Ой. Последний блин. Духу предков. Я извиняюсь. Раз уж такое дело, то я готов и духом предков быть. Главное, блины, чтоб давали. Хватит с вас, дядя Печкин. Ух, ну тогда я домой. Если у вас еще какой праздник будет, день шашлыка или там день кваса, вызовите, не стесняйтесь. Ну что, Шарик, сейчас уберемся и пахать пойдем. Ну что, Матроскин, прибираться нельзя. По традиции, дух предков должен остатки еды доесть. Шарик, ты в себе. Если не прибираться, тут тараканы все доедят. Оставим все как есть и будем следить. Ну как? Что-то не торопится к нам, дух предков. Ура! Духи предков! Мама! Шарик, какие же это духи? Это просто предки. Родители приехали. Ну, не знаю, какой я дух, но у блина и дух, и вкус отменный. Спасибо блогу Шарика. Теперь хотя бы к последнему блину успели приехать. Отчего беспорядок у вас такой? Не дом, а стоянка первобытного человека. А это Шарик вас ждал. Готовился. Пойдемте лучше зиму проводим. Пугало огородное сожжем. Нет, ну мало того, что помидоры мои закоптил, так он теперь на садовый инвентарь покушается. Ничего ты, Матроскин, не понимаешь. На Масленицу чучело сжигают для красоты обычая. Это не праздник, а сплошное разочарование. Сажать пора, вы все дурака валяете. Не переживай, Матроскин, в огне все обиды сгорят. Масленица – символ новой жизни. Смотри, Матроскин, на месте пугала неплохое место для посадки помидоров образуется. Вот и проводили. Смотри, кажется, покраснел. Теперь-то можем нормально к посевной готовиться. Ну, конечно, Матроскин. Правда, я тут подумал. Надо сначала день Герасима Грачевника отметить, потом пробуждение домового, потом именины водяного, а там и до Ивана Купала недалеко. Шарик, ты когда уже делом полезным займешься? Так я и занимаюсь. Учусь характером по лицу читать. О, шарик, ты балбес. У тебя на лбу написано. Только польза от этого какая? Хм, тоже мне читатель. Ура! Ой, Вера Павловна, это ты выше стала или я ниже? Ну, что у вас тут новенького? Я по лицу мучусь читать. Вот у вас подбородок волевой, значит, вы человек с характером. Что есть, того не отнять. Надо бы сумки разобрать. Уже бегу, дорогая. Шарик, по-моему, твоя теория не работает. Вера Павловна, повторяй. МИ-МЕ-МЕ-МА-МО-МУ. ТА-МА-МА-МА-МУ. ТА-МА-МА-МА-МА-МУ. ТА-МА-МА-МА-МУ. Ой, всё. Так, Вера Павловна, а давай потанцуем. Значит, не потанцуем. Какой же у тебя талант? А ты в сторонку отойди, дорогая. И понаблюдай. Детям свобода нужна. Пап, лучше ты в сторону отойди. Дядя Фёдор, может быть, ты знаешь, какой у твоей сестры талант? Ну, она рисовать любит. А ещё мне на кухне помогать. И строить. Эти, как их забыл. В общем, строительный у неё талант есть. Вот сейчас мы Веру Павловну на все эти таланты и проверим. Вера Павловна, ну как же так? Похоже, в Простоквашино мы все твои таланты только закапываем. А у нас прекрасная новость. Мы с папой нашли для Веры Павловны развивающий детский сад прямо напротив дома в городе. Сусти! Мам, ну зачем ей сад? Вера Павловна в Простоквашино хорошо. Там ей будет лучше. И вообще, мы всё уже решили. Интересно, кто это мы? Ну что, Вера Павловна, поехали! Что ещё за фокусы? Попался! О, Вера Павловна! Так это ты делаешь! Управляемый чемодан. Ничего себе! Похоже, у нас в семье изобретатель растёт. Так вот он, твой талант! Изобретатель! Эх, а я на кулички ставил. В кого же она такая? Есть у неё один учитель. Става, става! Ну так что, мы куда-нибудь едем? Ура! Вера Павловна остаётся. Дядь Фёдор, ну-ка, дай руку. Такие длинные пальцы обычно у великих пианистов встречаются. Тсс, Шарик, я же барабанщик. Загадки истории. Правда ли, что человек произошёл от кота? Хм. Очень может быть. Вот ещё газеты на эту мускулатуру. Шарик, ну какой же ты лопух. Надо говорить, макулатуру. Так я так и сказал. Вкусный карандаш, дядь Фёдор. А? Я задумался. Не знаю, о чём доклад по астрономии писать. Можно о метеоритах написать. Вот в газете пишут, в районе Простоквашино упал метеорит. Ого! А если я найду этот метеорит, вот это был бы доклад. Ну, попробовать можно. Да, интересно, почём сейчас метеориты? Отличный план, дядь Фёдор. Устроим охоту на метеориты. Так, чтобы к ужину дома были. Если бы Колумб к ужину торопился, Америку бы так никто и не открыл. К ужину значит к ужину. Ох, удивятся мои подписчики, ой, когда я в своём блоге настоящий метеорит выставлю. Метеориты нужно не в блогах, а в музеях выставлять с платным входом. Матроскин, тебя в музей всё равно не пустят. Это почему? Туда собакам вход запрещен, а котам тем более. Что-то мне подсказывает, что мы ходим по кругу. Ой, а я за дорогой не следил. Дядь Фёдор, ты же знаешь, куда мы идём? Ну, да. О, идёмте, нам туда. Судя по карте, метеорит упал где-то здесь. Что ж, попробуем его найти. Этой штукой? Эта штука хорошо металл ищет, а он как раз есть в метеоритах. О! Нешёл. Вот это находка. Ну всё, точно пора музей открывать. Простоквашинские народные промыслы. Просто нужно дальше искать. Метеорит где-то здесь. Ух ты! Смотрите, такая яма остаётся, только если сверху падает что-то очень тяжёлое. Как наш матроскин, что ли? Метеорит! Голова твоя шадовая. Ничего нет, но должно же быть. Матроскин, ты как? Потянул? Ой. Надо возвращаться. Потерпи, матроскин. Скоро будем дома. Теоретически, река может привести нас к дому. Вон там река. Я бы от привала не отказался. Ой. хорошо. Спасибо, пап, что ты про реку сказал. А то бы мы ещё долго по лесу плутали. Это сковородка, наверное. Для полного набора как раз не хватает. Это метеорит! мы всё-таки нашли его. Ура! Ура! А ну, это, руки и прочь! На этом камне моя плотина держится. И вообще, я его первый нашёл. А мы его не будем трогать. И вот, уже более семи лет простоквашенский метеорит поддерживает бобровую плотину на нашей реке. Я его тогда в лесу нашёл. Лежу я. Согласен, Вера Павловна. Отличный видеодоклад получился. Матроскин, откуда у тебя этот камешек? Сам ты камешек. А это мой главный музейный экспонат. Куда? Отдай, ворюга! Открытие музея откладывается. В эфире программа Сельская уфология. И наша гостья пережила необычную встречу. Ну, расскажите же, как прошла ваша встреча с инопланетянами? Была ночь, я проснул. А у меня значит свет и летание и голос. Здравствуй, Земля. Дети, можно здесь не голосить, как потерпевшие. Иначе рассажу. Дальше развивались события. События развивались буржи. Был свет, ламвусь. В какой-то момент я даже полетел. Дядь Федор, а зачем инопланетяне людей забирают? Не знаю, Шарик, может узнать хотят, как нам живется тут. А как же выглядели эти пришельцы? Они были такие прозрачные и светильные. Спасибо огромное за это не в меру экспонатарью. С вами была программа «Сельская вставка». А в следующей программе у нас уважающий посчитатель, утверждающий, что ты благоволючий пса и какого-то ка... Но это уже слишком. Тоба? Кто это сделал? Э-э-э... Так и знала, что это ты, недоживотная. Я ведь предупреждала! Нет! Плохо влияет на Верочку. Молодого. Мегеровна наша совсем с ума сошла. Это несправедливо из-за инопланетяний детей наказывать. Таама, иди к нам, поможешь в схеме разобраться. Эх, жалко Тааму. Зачахнет она без веры Павлны. Это правильно, дядя Федор, что твой папа нам сигнализацию прислал. Да это его мама заставила. Ты же ее знаешь. Я эту Мегеровну сейчас пойду и укушу. И пускай ей уколы от бешенства колют. Для того, чтобы Тами-Тами с Верой Павловной помочь, нужен план. План! Шарик, знаешь такое слово? Есть у меня план. Ура! Ох, вы этой Мегеровне. Дядя Федор, а как же сигнализация? Ах, завтра закончим. Дети важнее. Патрушкин, давай уже. Почему это я? Так у тебя хвост длиннее. Вообще! Ай, вы кто? Приветствую тебя, землянин. Мы прилетели, чтобы... Можно я угадаю? Чтобы забрать меня с собой? Не совсем. Вселенская справедливость нарушена вами в отношении маленькой девочки и неопределенного существа. Если вы не воссоедините их дружбу, вот тогда мы вас заберем. Отлично! Забирайте! Жить больше не могу с этими аглоедами. С вами хоть вселенную посмотрю. Но если вы справитесь, мы оставим вас в покое. Чихала я с высокой колокольни на вселенскую справедливость. я с вами полечу. Как это дело не до справедливости, Маргарита Мегеровна? Не поняла. Вы кто? Ах, это вы надуть меня решили. А я тут уши развесила. думала в кои веки по космосу покатаюсь. С завтрашнего дня все наказаны. Неделю на улицу не выйдете. Месяц. Год. Эх, только полиэтилен зря испортили. Можно было бы морковку на ночь накрыть. Чего ждем? Живо спать? Это что за перформанс? Ваших рук дело? Нет, это так это что? Настоящие пришельцы что ли? Инопланетяне. Так, никто не двигается. Может они не заметят и улетят. Как бы коровок мы их не забрали. Кому они нужны твои клячи? Меня! Меня заберите! Я здесь! Смотрите, Вера Павловна пропала. Ее инопланетяне похитили. Вот гады. Абсолютно согласен, Маргарита Егоровна, похитить маленькую девочку это низко. Улетели. Где нам теперь Веру Павловну искать? Нужно полицию вызвать. Сами догоним. Я им устрою. Шарик, бери след. Да какой след, Маргарита Егоровна? Они же по воздуху улетели. Пусть нюхает воздух. Тихо. Ура! Ура! Тамма, Тамма, Веру Павловну спасла. Фу! Молодец, Тамма, Тамма. Завтра тебе я для тебя. В общем, ты молодец. Да, вот это ночка. Спасибо, Тамма. Ты такая смелая. Так это что же? Это сигналиса? эх, чудачки, такую женщину профукали. Я вам такое про землю рассказала. дядь Фёдор, не переживайте так. Покатайтесь на санях или с коровников в снег попрыгайте. После твоих затей, Шарик, всегда зелёнка нужна или обезболивающая. То ли дело сырники домашние. Лепота. Сырники она и в городе поесть может. Ей нужны эти впечатления. О! А если ей ничего не понравится, чем тогда заняться? Я, конечно, дико извиняюсь, но кому это здесь нечем заняться? В доме стирки на два дня, а я что-то устала уже. Маргарита Егоровна, я завтра сам всё сделаю. Думаешь, с коровника прыгать ерунда? Ты, дядя Фёдор, не паникуй. Разберёмся. Девочка Оля приехала. Привет! Ого! Как вас тут замело! Добро пожаловать в Простоквашино! Спасибо! Ммм, такие нежные! Это Матроскин приготовил. Рад, наслышан, очарован. В смысле, рад и наслышан я, а очарован дядь Фёдор. Шарик, ну что ты ерунду говоришь? Ладно, неважно. Чем хочешь заняться? Псс! Дядя Фёдор! Что? О, точно! Коньки! Все на каток! Давненько я не катался. Чего, не пойдёте? А-а-а! Точно! Нет у нас катка. Можно и без катка, дядя Фёдор. Просто в городе снега совсем нет. Ну и ладно, покажешь мне тут всё? Конечно! Там ферма, тут домик на дереве, а здесь... А здесь мы каток сделаем. Это быстро. Минут пять, десять, пятнадцать, может, двадцать пять. Тогда давайте я помогать буду. Конечно. Шарик, тащи инвентарь. О-о! Всегда мечтала лопатой поработать. В Простоквашино все мечты сбываются. Ну, начнём. Значит так. О-о! Это Оля. Она ко мне в гости приехала. Это не важно. Феденька, я не поняла, ты каток затеял? Я и так на крыльце чечётку бью, а с твоим катком по двору тарантелло искакать буду. Закругляемся. Сырники сыроваты. Мозги у вас сыроваты. Из сыра и ваты. Поехали до реки прокатимся. Река? Как я сразу не догадался. Теперь ты, девочка Оля, посиди, а мы тут живо всё расчистим. Ой, дёшкин-матрёшкин, вы чего это рукоприкладством занимаетесь? Да ещё и лопатой? Простите, дядя Печкин, к нам гости приехали. Мы здесь каток хотим расчистить. А как я рыбу ловить буду? Вы же её своим елозивом на коньках распугаете всю. Дядя Печкин, но мы чуть-чуть покатаемся и уйдём. Ага, а мне опять прикармливать? Так что без катка как-нибудь выкручивайтесь. В кои-то веки совершенно с вами согласны, Игорь Иванович. Они провалятся, а мне остаток жизни в полиции отмечаться. А ну-ка, давайте сюда лопаты. Дядя Фёдор, может, каток на следующий раз отложены. Маргарита Ивановна, примите этот прохладный букет от почтальона с горячим сердцем. Идики, знаю, что и сказать. Практичный вы может. Наверное, спасибо. Подожди, Игорь Иванович, а не хотите ли прокатиться с ветерком по романтическому простоквашину? Ну, я не прочь развеяться. Тем более с такой прелестной спутницей. Что скажете, Маргарита Ивановна? Валяйте. А раз больше делать нечего. Да. Ай! А! А-а-а! Ой! Я вашему парнокопытному штраф выпишу! Он меня чуть дееспособности не лишил! Проводите меня домой, Игорь Иванович. Что-то меня мутит. Ура! Дядя Пётр, лёд идеальный! Идём кататься! Ты же говорил, что давненько не катался А мне кажется, никогда Никогда тоже давненько Дядя Фёдор, а зачем ты каток затеял, если сам не катаешься? Да это так, ерунда Просто ты хотела его, вот я и решил устроить каток Это за мной Пока, дядя Фёдор Спасибо за эту ерунду Было очень мило До встречи, девочка Оля Пока Не можешь называть меня просто Оля Без девочка И так понятно